Конкорд Катастрофы не случаются просто так. Не всегда ведет цепь критических событий. Разберемся, как развивались события в последние мгновения перед бедой. Конкорд. Секунды до беды. Европа. Франция. Париж. 25 июля 2000 года. Аэропорт Шарль-де-Голь. 12.30 пополудни. 100 мужчин, женщин и детей проходят регистрацию на рейс АФ-4590. Они прибыли сюда из Германии в предвкушении уникального путешествия. Их ждет чудесный отдых стоимостью не менее 7 тысяч фунтов за путевку. Он начинается со сверхзвукового перелета в Нью-Йорк на Конкорде, а затем роскошный круиз по Карибскому морю. Для отца Йорга Майера это подарок по случаю ухода на пенсию. В 2000 году ему исполнилось 65, и ему хотелось получить такой подарок для себя и своего партнера. Они оба любили путешествовать, причем как-нибудь по-особенному. Конкорд — это самолет, не похожий на другие. Элегантный, роскошный, а главное — сверхбыстрый. При скорости более 2200 км в час он доставит вас из Лондона или Парижа в Северную Америку за 3 часа 45 минут. Уникальная форма Конкорда с тонким фюзеляжем и широким дельтовидным крылом позволяет ему преодолевать каждые 6 секунд 3 км небесного пространства. Джон Хатчессон летал на Конкорде 15 лет. Самые простые слова, которыми можно его описать — чистокровный жеребец. Прекрасный, послушный, мощный аэроплан, подобный победителю дерби в Кентуккин. К часу 30 все пассажиры уже зарегистрировались. Пилот, капитан Кристиан Марти, готовится к полету. Отдыхающий в надежных руках. 54-летний Марти — один из самых опытных пилотов Air France. Искатель приключений редкого таланта. В 1982 году Марти стал первым французом, который пересек Атлантику на виндсерфере. Он стал национальным героем. На борту Конкорда он выполняет предполетные проверки. Опытный диспетчер Жиль Ложлен готовится заступить на дневную смену. Я дежурил на южной вышке парижского аэропорта Шарль-де-Голь. В тот день я не должен был работать, но один из моих коллег попросил меня поменяться сменами, так что он работал с утра в мою смену, а я — после полудня. Обмен сменами принес нежданную награду. Жиль Ложлен будет отвечать за вылет Конкорда. Я не видел самолёта красивее Конкорда. Мне по-настоящему нравилось наблюдать, как он садится или взлетает. Во время предполётной проверки капитан Марти обнаруживает, что двигатель номер два имеет технический дефект. Небольшая деталь нуждается в замене. Ничего серьёзного, но для Конкорда безопасность всегда стояла на первом месте. За 40 тысяч полётов и 900 тысяч полётных часов не случилось ни одного происшествия. Из-за ремонта вылет Конкорда откладывается на час. 3.54. Начинается посадка пассажиров. Среди них семья Айхофф, Кристиан и Андреа со своими детьми Максимилианом и Катариной. Клаус и Маргарет Фрэнсен — школьные учителя, 20 лет копили деньги на это путешествие. Обычные семьи на необычном рейсе. В 4.35 Конкорд готов к вылету. Предвкушение полёта нарастает по мере того, как лайнер выруливает к взлётной полосе. Жиль Ложлен разрешает рейсу «Эйр Франс» 45.90, взлёт по правой полосе номер 26. 4.40. Пока всё идёт нормально. И для пассажиров, и для экипажа. Капитан Марти выводит самолёт на стартовую позицию, готовый выпустить на волю всю мощь четырёх двигателей «Роллс-Ройс». У старшего пилота, Джона Хатчинсона, такие моменты вызывают особое ощущение. Когда включаешь двигатели на полную мощность, чувствуешь, как за спиной нарастает огромная мощная волна, разгоняя самолёт на взлётной полосе, и ты ощущаешь, как он рвётся к единственной цели — устремиться в небо, в свою природную стихию. На вышке Жиль-Божлен следит за взлётом. Я наблюдал за разбегом «Конкорда», потому что на это всегда приятно смотреть. «Конкорд» — очень тяжёлый самолёт, поэтому он медленно набирает скорость. «Конкорд» разбегается на четырёх километрах взлётной полосы до скорости 320 километров. Компьютерная графика позволит увидеть, что случилось дальше. Для Жиль-Божлена это были мгновения ужаса. Внезапно я увидел пламя позади самолёта. Я бросился к микрофону и прокричал «Эр-Франс, 45-90! У вас сзади пламя!» Капитан Марти не мог видеть пламя, а набравший большую скорость «Конкорд» уже не мог не взлететь. Оставалось два километра взлётной полосы, а «Конкорду» необходимо минимум три для безаварийной остановки. При такой скорости взлёт в любой ситуации нельзя прервать. Я следил за пламенем, когда увидел, как нос «Конкорда» начинает подниматься. В 4.43.15 капитан Марти взял ручку на себя. «Конкорд» поднялся в воздух. Таким увидели взлёт «Конкорда» очевидцы. Мартин Борне работает в офисе в западной части аэропорта. В 4.44 она увидела страшное зрелище. Я смотрела в окно и увидела, как очень медленно взлетает «Конкорд» и позади самолёта пламя. Я очень испугалась, потому что из-за пламени мы все решили, что самолёт взорвётся прямо перед нашим офисом. Горящий самолёт пролетел у них над самыми головами. В это время курьер Эммануэль Вермигон ехал на своём фургоне в конце взлётной полосы. Когда «Конкорд» пронёсся мимо, окно в машине было открыто, а на мне была рубашка с короткими рукавами. Так от жара поплавилась синтетика на рубашке. А у меня появилось несколько волдырей. Меня просто охватило жаром. Пока капитан Марти был занят операциями по набору высоты, невидимое им пламя охватило левое крыло. Ужасное зрелище запечатлела камера жены водителя грузовика. Это единственный видеоматериал, на котором можно увидеть горячий «Конкорд». Это важное звено в расследовании причин катастрофы. Горящий самолёт сумел подняться в воздух и покинуть пределы аэропорта. Однако на его борту оставалось 109 пассажиров. Им оставалось жить чуть более минуты. 4 часа, 43 минуты и 30 секунд. Повреждённый самолёт ещё находится в воздухе. От земли его отделяет 30 метров. Он летит по прямой. Прямо на его пути лежит городок Ганесс с населением 25 тысяч человек. Кристина Турпен в это время как раз подъезжала к бензозаправочной станции. Я возвращалась домой и вдруг увидела самолёт. Это был горящий «Конкорд». Я притормозила и остановила машину. Самолёт был объят огнём и горел, как факел. У капитана Марти не было выбора. Левое крыло самолёта уже разваливалось на части. Свидетелем стал живущий в городе бизнесмен Патрик Тис. В это время я находился у себя в офисе. Окно выходило в сторону аэропорта, откуда вдруг раздался страшный шум. Это был охваченный пламенем «Конкорде». У самолёта возник крен влево. Затем его нос задрался, он потерял управление и рухнул на землю. Было 4 часа 45 минут пополудни. Это был страшный момент для диспетчеров. Жиль Ложлен так и остался у микрофона. Я автоматически продолжал вызывать борт. «Эрфранс 45-90, вы слышите меня? Приём». Я повторил это дважды, но ответа не было. Ответа не было. Полностью заправленный горючим, реактивный самолёт со 109 пассажирами на борту рухнул на гостиницу в предместье Ганесса. Всё вокруг было охвачено пламенем. Учительница английского языка Элис Брукинг находилась в это время в комнате на втором этаже. Я бросилась к двери, но, открыв её, увидела, что на лестнице уже бушует пламя. Тогда я побежала обратно в комнату и распахнула окно. Внизу, на автостоянке, как раз под окном, стоял портье гостиницы. Он крикнул мне, «Прыгайте». В то же самое время Кристина Турпен услышала звук мощного взрыва. С того места, где я находилась, мне показалось, что самолёт упал прямо на бензоколонку. Я испугалась, что моя дочь и её напарницы, работавшие там, погибли. В это время на бензоколонку сыпались обломки пассажирских кресел. Можно представить, какая ужасная судьба постигла пассажиров. Разглядывая затем куски подлокотников и фрагменты кресел, я с содроганием думала о людях, летевших на этом самолёте. Примерно через 8 минут к месту аварии начинают прибывать пожарные и врачи. Пострадали не только пассажиры «Конкорда», но и персонал гостиницы. Спасательной операцией руководил полковник Фабрис Шавен. Пока мы добирались до места аварии, я перебирал в уме все возможные варианты. В первую очередь следовало разделить спасателей на две группы. Одни гасили пожар, а другие пытались найти в обломках самолёта уцелевших людей. Они должны были обеспечить им оказание первой медицинской помощи. Пожар был настолько сильным, что потребовалось 3 часа на его локализацию. В результате весь район падения авиалайнера, где находилась гостиница, изменился до неузнаваемости. Но все усилия спасателей оказались напрасными. Всего погибло 113 человек, из них четверо в здании гостиницы. На борту самолёта погибла вся семья Эйхов. А ведь для них полёт на Конкорде должен был стать одним из самых удивительных событий в жизни. Клаус и Маргарет Фрэнсен 20 лет своей жизни мечтали об этом полёте. Спасателям предстояло вынести остатки тел с места катастрофы. Из персонала гостиницы первой погибла 19-летняя студентка Кенза Рашид. Она устроилась в гостиницу подработать на время летних каникул. Ещё одной жертвой стала горничная Деврони Чунду Синг. После её смерти сиротами остались двое детей. Подавляющее большинство трупов было обезображено до неузнаваемости. Врачам приходилось проводить их идентификацию по слепкам зубов. Йоргу Мэйру тоже предстояло идентифицировать тело своего отца. Мне было по-настоящему страшно смотреть на трупы отца и его коллеги. Часто говорят, что от пассажира в авиакатастрофе почти ничего не остаётся. И это действительно так. Йоргу пришлось ждать две недели, прежде чем специалисты нашли тело его отца. Труднее всего было ждать. День проходил за днём, а мы всё ждали и ждали. Катастрофа повергла в шок всю страну. Ведь Конкорд в буквальном смысле слова считался королём небес. Люди были уверены, что ни один самолёт не может быть надёжнее его. Однако хватило всего 120 секунд, чтобы показать, что это не так. Теперь специалистам предстояло выяснить, что же стало причиной гибели авиалайнина. Использование компьютерного моделирования позволило проникнуть в самое сердце катастрофы. К расследованию были подключены лучшие эксперты французского бюро расследований авиакатастроф. Сегодня мы сможем показать вам результаты их работы. Как и в любом расследовании, здесь важны любые мелочи. Стала ли катастрофа следствием ошибки пилота? Или её причина крылась в неисправности самого воздушного судна? Были тщательно проверены все имена пассажиров и места багажа. Было немедленно установлено, что 19 багажных мест были лишними. Их просто не должно было быть на борту. Они не принадлежали пассажирам, летевшим этим рейсом. Не могла ли среди них находиться подложенная террористами бомба? Такую версию тоже нельзя было исключать. В 1988 году от взрыва бомбы на борту американского авиалайнера погибли 300 человек. Вся зона катастрофы была поделена на небольшие участки. Так специалисты собирали обломки самолета. Каждая найденная деталь предварительно фотографировалась. Этот кропотливый процесс занял 4 недели. Затем эксперты приступили к идентификации находок. В аэропорту Лебурже для этих целей было отведено 3 отдельных ангара. Эта груда развален. Все, что осталось от гостиницы. Сила удара и температура пламени были настолько сильными, что многие строительные блоки даже расплавились. А это то, что осталось от Конкорда. Некогда бывший воплощением самой передовой инженерной мысли, теперь самолет представлял собой кучу обгоревшей резины, алюминия, пластика и искореженных обломков. Французским специалистам предстояло исследовать каждый фрагмент. Ведь где-то среди них скрывалась причина гибели самолета. Уже в первые часы экспертами были обнаружены бортовые самописцы самолета. Эти устройства устанавливаются на всех без исключения самолетах и используются для регистрации параметров полета и переговоров экипажа. Эти приборы часто называют черными ящиками. На пленках не было зафиксировано звука взрыва. Значит, это не был террористический акт. Предстояло отработать другие версии произошедшей трагедии. В первую очередь вспомнили о поломке двигателя, которую устранили перед вылетом. Было установлено, что из предыдущего рейса Конкорд вернулся с незначительной поломкой реверсивной турбины. Эти установки обеспечивают самолетом торможение при посадке. Эксперты проанализировали параметры полета, но не обнаружили никаких свидетельств неисправности этого узла в момент аварии. Общественное мнение ждало ответа на волновавших многих вопрос. Все дальнейшие полеты Конкордов на это время были отменены. Экспертам предстояло выяснить, что же произошло за 120 секунд до катастрофы. Капитан Джон Хатчинсон сотни раз выполнял взлеты на Конкордах. Когда самолет выходит на взлетно-посадочную полосу, капитан полностью выжимает рычаг мощности двигателей. Основная задача экипажа — суметь удержать самолет прямо. Первый помощник контролирует скорость, а бортинженер отслеживает работу всех бортовых систем самолета и в особенности работу двигателей. Данные черных ящиков свидетельствовали, что взлет проходил в штатном режиме до достижения самолетом скорости в 320 миль в час. До катастрофы оставалось 79 секунд. Внезапно приборы зафиксировали падение мощности в обоих левых двигателях. В этот момент в системе оповещения раздается тревожный голос авиадиспетчера. «Эр-Франс 45-90, вы горите!» Несмотря на предупреждение, капитан принял решение поднять самолет в воздух. У летчиков не было возможности затормозить безопасно. Нужно было взлетать. Капитану самолета пришлось совершить практически невозможное, чтобы поднять нос самолета на 13 градусов, тем самым обеспечив ему взлет в условиях падения стартовой мощности обоих левых двигателей и невозможность управления системой закрылков левого крыла. Это значительно уменьшало контроль экипажа над самолетом. Следующим объектом изучения стали двигатели. Почему столь внезапно произошло снижение их мощности? Меньше чем через две минуты полета на борту разбившегося самолета погибло 113 человек. Это было первое в мире крушение сверхзвукового пассажирского лайнера. Для анализа причин катастрофы были использованы системы компьютерного моделирования. Эксперты установили, что в обоих левых двигателях «Конкорда» внезапно стало наблюдаться снижение мощности. Оставался вопрос, почему это произошло? И в это время была сделана новая находка. Были обнаружены фрагменты шины колеса шасси самолета. Один из этих фрагментов весил почти 4,5 килограмма. Анализ подтвердил, что это были фрагменты шины «Конкорда». Это была очень важная находка. Из-за особенностей взлета и посадки шины шасси «Конкорда» перед взлетом накачивают под более высоким давлением, чем шины обычных самолетов. И вот для чего это нужно. В момент отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет некоторое время катится лишь на двух из трех имеющихся у него шасси, что в условиях разгона и взлета значительно повышает нагрузку. Подобная дополнительная нагрузка значительно увеличивает риск разрыва шин. Теперь у экспертов появилась первая версия катастрофы. После анализа журналов технического осмотра самолетов выяснилось, что разрывы шин шасси у «Конкордов» не так уж и редки. За 24 года при посадке произошло 50 таких случаев. Одним из наиболее драматичных случаев стала авария в аэропорте города Даллас в Соединенных Штатах в 79-м году. Билл Лайтфуд был в тот день на борту «Конкорда». Я своими глазами видел, как в алюминиевой обшивке крыла образовалась большая рваная дыра, из которой потоком хлистала какая-то жидкость. В официальном сообщении говорилось, что произошел разрыв шины от перегрева. Это случилось из-за перегрева металлического обода колеса шасси при разбеге самолета. Самолету удалось подняться в воздух, и через 20 минут он благополучно приземлился. Результатом инцидента стали работы по повышению прочности шин шасси. Конструкторы самолета установили на каждом из шасси индикаторы состояния шин, проверка показаний которых осуществлялась перед каждым вылетом. А затем на смену старым шинам пришли новые, значительно более прочные. Перед нами была поставлена задача обеспечить надежный шин при взлете самолета с двойным уровнем нагрузки, а также его посадку даже при полном отсутствии шин на колесах шасси. В результате появилась уникальная конструкция колес и шасси. Однако, несмотря на это, через 18 лет произошло непоправимое. Несмотря на все меры безопасности, одна из шин Конкорда лопнула при взлете. Эксперты продолжили свою работу. Они вновь и вновь обследовали взлетно-посадочную полосу, и результатом их работы вскоре стало обнаружение странной 40-сантиметровой полосы металла. При внимательном изучении было установлено, что именно этот металлический фрагмент стал причиной разрыва шины. именно он повредил резину. Теперь предстояло выяснить, откуда взялся сам кусок металла, как он попал на взлетное поле. Для этого потребовалось пять недель кропотливой работы и анализ всех уцелевших частей самолета. В результате было выяснено, что это металлический фрагмент корпуса двигателя самолета марки «Дуглас». За пять минут до взлета Конкорда на эту же взлетно-посадочную полосу совершил посадку именно на такой самолет. В аэропорт Хьюстона в штате Техас был немедленно направлен запрос о наличии подобных повреждений у самолетов. Через 16 дней пришло подтверждение. Когда эксперт Давид Лермон впервые увидел снимки, он был весьма озадачен. У «Рблонка» были достаточно острые края, но явно не настолько острые, чтобы разорвать сверхпрочную резину шины колеса Конкорда, когда тот по нему проехал. В этом куске металла были видны отверстия, предназначенные для заклепок, винтов или других креплений. Теперь у специалистов появились все основания считать, что причиной катастрофы мог стать этот обломок. За 81 секунду до катастрофы самолет успел разогнаться до скорости 320 км в час. Шина наскакивает на кусок металла. Затем происходит ее разрыв. От нее отлетает 4-х килограммовый кусок резины и со страшной силой ударяется в крыло. В крыльях Конкорда расположены топливные баки. Конструкционно прочности крыла недостаточно, чтобы выдержать удар такой силы. Во время пробных испытаний прочность обшивки крыла оценивалась с таким расчетом, чтобы она могла выдерживать прямое попадание оторвавшегося от колеса куска резины весом в 1 килограмм при максимальной взлетной скорости самолета. Вес куска резины, попавшего в крыло самолета, почти в 4 с лишним раза превышал вес экспериментального образца. Никто не рассчитывал на удар такой силы. Нетрудно представить, что произошло бы с крылом после удара такой силы. Но, как это ни парадоксально, металл выдержал этот удар. Но что же тогда могло стать причиной утечки топлива из бака? Фрагмент шины был настолько крупным и массивным, что зона контакта с обшивкой оказалась очень большой. Это уменьшило степень воздействия на поверхность крыла, вызвав, однако, сильную деформацию топливной емкости, повышение в ней давления и разгерметизацию заливного штуцера бака. При резком повышении давления внутри топливной емкости ее разрыв происходит в самом слабом месте. Топливо потоком хлынуло из бака. В секунду из бака выливалось 75 литров горючего. Но даже попав в двигатель, топливо не должно было загореться. Как это произошло? Самолет «Конкорд АФ-4590» компании «Эйр Франс» потерпел катастрофу при вылете из аэропорта Парижа «Шарль-де-Гольф». Вот что могло происходить с самолетом в это время. При разбеге с самолета кусок металла становится причиной разрыва шины шасси. Тяжелый кусок резины попадает в топливный бак. Горючее поток выливается на двигатель. Для катастрофы теперь не хватает лишь небольшой искры. Из записи голосов пилотов в кабине следует, что при взлете у них значительно снизилась мощность двигателя. Поднимая горящий самолет в воздух, капитан дал команду убрать шасси. Но они так и остались выпущенными. Перед вами единственная видеозапись этого злополучного рейса. На ней видно, что шасси самолета не убраны. Почему они так и остались в этом положении? Попытаемся выяснить это при помощи компьютерного моделирования. Куски разорванной резины от колеса летят в приемный отсек стойки шасси и вызывают разрыв электрокабелей. Шасси заклинивает в выпущенном положении. Обрывки проводов хлещут по крылу. Подобной ситуации легко может возникнуть короткое замыкание. Что и произошло. Топливо моментально вспыхивает. И «Конкорд» превращается в летящую бомбу. теперь нетрудно сказать, что происходило в этот момент в кабине пилота. Экипаж самолета не мог видеть огня. Все, что им было известно, это то, что по непонятной причине один двигатель теряет мощность. Через секунду поступает сигнал от авиадиспетчера. «Эрфрансор 590, вы горите!» Вот так в этот момент мог выглядеть «Конкорд». В этот момент поступает сигнал, что вслед за первым мощность начинает терять и второй двигатель. События развиваются стремительно. Вот мнение эксперта о том, что происходило с самолетом. Поток топлива, вырывавшийся сквозь большое отверстие, был настолько силен, что буквально затопил двигатели, которые в прямом смысле слова заглохли. В результате работоспособными оказались лишь два двигателя правого крыла, а не четыре. Это произошло в самый ответственный момент. Капитану не хватало мощности двигателей ни на нормальный взлет, ни на экстренное торможение. Но он все же поднимает самолет в воздух. На уцелевшей записи слышны сигналы о пожаре двигателей, а затем капитан блокирует подачу в них топлива. На тренировках экипажи отрабатывают ситуации пожара двигателей, в которых им предписывается блокировать подачу топлива и включить систему пожаротушения. До гибели самолета остается 53 секунды. Авиадиспетчер сигнализирует капитану о готовности принять самолет. Поле свободно для аварийной посадки. но экипажу не удается быстро развернуть машину и капитан принимает решение лететь на аэродром в Ле-Бурже, находящийся всего в пяти километрах прямо по курсу. Но у пилотов теперь новые проблемы. Жар от пламени настолько силен, что становится причиной разрушения крыла. Задний фрагмент конструкции левого крыла Конкорда, обеспечивающий горизонтальную ориентацию самолета в полете, от жары буквально испарился. И у самолета возник опасный крен в левую сторону. Пилоты потеряли контроль над лайнером. На записях сквозь сигналы тревоги доносятся крики пассажиров. Жара и дым в салоне самолета становятся невыносимыми. До катастрофы остается 49 секунд. В кабине пилота капитан и первый пилот пытаются набрать высоту и выровнять самолет, несмотря на то, что левое крыло лайнера уже практически рассыпалось. 33 секунды. Вновь звучит сигнал тревоги, не смолкающий уже до конца. Теперь у капитана не остается выбора. Дали бурже еще 3 километра и ясно, что самолет их не пролетит. за 11 секунды катастрофы в наушниках авиадиспетчера раздался удивительно спокойный голос капитана Марти. Слишком поздно. Мы не успеем. От падения самолет отделяли 4 секунды и 15 метров высоты. У лишившегося управления лайнера в этот момент возник крен почти в 110 градусов. самолет уже был неуправляем. До падения ему оставалось 3 секунды. 3 секунды. Конкорд уже не мог оставаться в воздухе. Он стремительно кренился влево. Здание гостиницы находилось прямо под ним. Лайнер падал прямо на него. Через 118 секунд после получения самолетом разрешения на взлет все 109 его пассажиров поняли, что обречены. Еще через 2 секунды Конкорд рухнул на здание гостиницы. В катастрофе погибли 100 пассажиров, 9 членов летного экипажа и 4 человека в гостинице. Авиадиспетчер Жиль Ложлен, выводивший самолет в этот роковой рейс, стал свидетелем этих последних секунд перед катастрофой. Я уже понял, что все кончено. Мне не нужно было никаких подтверждений, но я внутренне отказывался понимать случившееся. Вероятно, это из-за того, что до самого последнего момента я был уверен, что произойдет чудо, и поэтому никак не мог расстаться с этой надеждой. Этого просто не могло случиться. но это произошло. Это все-таки произошло. Так, Конкорд, знаменитый на весь мир авиалайнер, пролетавший более 25 лет без каких-либо аварий, стал причиной гибели людей. Это было настоящим шоком. Пассажиров ничто не могло спасти. Рассказывает адвокат Кристоф Виллинс. Я уверен, что пассажиры сразу поняли, что с самолетом что-то происходит. Он не набирал высоту, его крыло горело, он едва не задевал землю при полете, а затем его начало крутить. Я думаю, что люди с самого начала поняли, что им не спастись и приготовились принять смерть как неизбежно. Через два дня на месте катастрофы появились первые цветы. Даже сегодня горечь утраты прошла не у всех. У Йорга в тот день погиб отец. Мне очень тяжело одному. Без него в моей жизни образовалась пустота, которую мне нечем заполнить. Но что самое ужасное, он умер не от болезни или старости, как все, а при катастрофе. И он погиб в тот момент, которого так долго ждал. Катастрофа стала настоящим испытанием и для жителей городка Ганесс. Бизнесмену Патрику Тису удалось остаться в живых. Сегодня он работает рядом с гостиницей, на которую упал самолет. И сегодня он часто вспоминает те события. Безусловно, катастрофа стала для меня страшным испытанием. Это было по-настоящему страшно. Огонь, обломки, сладковатый запах горящей плоти. для самолетов «Конкорд» эта катастрофа стала началом конца. Через три недели после катастрофы все авиалайнеры были сняты с рейсов. авиакомпании Air France и British Airways постарались внести в их конструкцию как можно больше доработок. Были внесены изменения в конструкцию шин. Они стали практически неуязвимыми для повреждений. Инженеры-конструкторы прикрыли топливные баки специальными защитными щитами. А все электрические кабели были помещены в надежно изолированные трубомагистрали. Но «Конкорду» не суждено было вновь обрести былую славу. Через 14 месяцев полеты были возобновлены. Однако стоимость модернизации оказалась слишком высокой. Число пассажиров тоже сильно уменьшилось. 24 октября 2003 года «Конкорд» поднялся в воздух в последний раз. Этот рейс ознаменовал конец эры первых пассажирских северных авиалайнеров. «Конкорд» отныне стал экспонатом авиамузеев. Роковые события того дня в пригороде Парижа стали следствием цепочки случайностей. «Конкорд» «Конкорд» Кусок металла разорвал колесо шасси. Фрагмент резины попал в крыло самолета. Перепад давления вызвал разрушение топливного бака. В разорванных электропроводах возникло короткое замыкание. Небольшая искра вызвала пожар. Пожар, ставший причиной гибели самолета. Это была цепочка событий, которые никто не мог предугадать. Но которая очень дорого обошлась всей мировой авиации. Режиссер Патрик Флеминг. Операторы Брэндон Макгинти и Ян Шу. Композиторы Стивен Фокс, Найджел Бэкхэм Пауэл и Белла Рассел.